Друзья, сегодня отвечаю на очередной ваш вопрос. Хочу поблагодарить всех, кто присылает свои вопросы, свои ситуации, и напомнить, что этим вы помогаете не только себе, а многим-многим нашим зрителям, у которых похожие ситуации, или даже они еще могут быть, знаете, вопросы, которые не заданы внутри, кто-то другой задает, и тем самым актуализируется какая-то важная тема для человека, который смотрит это видео. И для тех, кто хочет задать вопрос, но, может, не решается или какие-то еще у вас есть сомнения, пожалуйста, пишите еще раз, вы получите точно пользу для себя и поможете еще многим людям. E-mail, на который писать вопросы, у вас есть под этим видео. Итак, вопрос сегодня такой. У меня декабрь – часто тяжелый месяц. Редко удается удачно зафиналить год и встретить Новый год замотивированный и окрыленный. Я обычно выдыхаюсь, болею и даже планы не могу четко сформулировать. За праздничным столом наедаюсь Оливье и ложусь спать не позже часа ночи. Никакой магии. Вообще. Но, как правило, со середины января ситуация улучшается. Год начинается, и я включаюсь в новую жизнь. Все налаживается – жизнь, работа, планы, поездки, встречи с друзьями. Замечаю такое за собой уже не первый год. Почему так происходит? Так происходит, потому что у вас такой ритм. И чтобы за что-то дальше зацепиться, я бы задала вам вопрос. Что для вас самое сложное, неприятное, болезненное в этой ситуации. Смотрите, есть в психологии, философии, есть такое понятие, как «высказанное», то, что человек сказал, и «высказываемое», то есть то, что на самом деле за этим стоит, то есть то, что человек… его буквально в тексте нет, но на самом деле вопрос вот об этом, то есть такой вот второй слой информации. И если психолог работает только с высказанным, он бесполезен. Вот смотрите, вот вы задаете мне вопрос, вот такая у меня ситуация, вот в декабре я так-то себя чувствую, в январе так-то, Новый год, не могу магией наслаждаться и так далее. Что я вам на это могу ответить? Вот если я считываю только этот слой информации, я вам говорю, «Ну, это же нормально, это же такой ваш ритм, ну, слушайте, все эти социальные предрассудки, Новые годы и прочее», понимаете, вы что, без меня этого не знаете? «Ну, прекрасно знаете, прекрасно знаете, все же умные люди». Или я захожу там с другой стороны и говорю, «Ну, давайте как-то соберитесь, ну, может, вы слишком много ответственности на себя берете, соберитесь в смысле эмоционально, может, вы слишком много ответственности на себя берете и давайте ее там это, а может быть, где-то границы ваши нарушаются, поэтому у вас много нагрузки и вы вот такая уставшая, давайте тогда отстаивать границы» и так далее. То есть я так или иначе вас веду к тому, что вы все-таки почувствовали это новогоднее настроение, эту новогоднюю магию. Опять же, ну вы что, без меня это не знаете? Ну, знаете, правда. И вот если мы с вами работаем вот с тем, что высказано, вот с буквальным текстом, с буквальной ситуацией, которую вы принесли, мы с вами ходим по кругу. Я – бесполезный психолог, и, к сожалению, часть психолога вот работают таким образом. Они работают буквально с текстом, который человек принес. И все, и в этом нет никакого развития. Где-то какие-то могут быть маленькие сдвиги, например, психолог, вот если я для вас авторитет, я вам скажу – слушайте, весь этот Новый год, эта вся лабуда – это социально созданный искусственный миф, ну так и оно и есть. Выбросьте все из головы и ложитесь спать даже не в час, а в двенадцать ночи, и вообще не переживайте. И вам от этого может стать легче, ну просто не потому, что я вам что-то новое сказала, а потому, что я разрешила вам вот такую линию поведения, и вы без дозрения совести ложитесь спать в двенадцать ночи, доедаете там оливье или не доедаете, и все. И чуть есть облегчение, потому что сверху на вас не давит еще вот эта вина, что вы какая-то не такая и прочее. Но, друзья, есть ли в этом развитие? Да, я чуть облегчила ваш симптом вот клиента в этом случае. Развитие где-то есть, добавочная стоимость как в экономике есть, или просто мы, опять же, если взять метафору с экономики, мы деньги гоняем вот, знаете, по кругу, и никакой добавочной стоимости нет. К чему ведет такое ведение экономики? К кризису, к тому, что все лопается, правда. Точно также в психике, мы энергию гоняем по кругу, нет новой энергии, она не вырабатывается. Развитие – это новая энергия, как добавочная стоимость в экономике. Тогда экономика растет, система растет, а все, система не растет. Мы, психологи, должны работать не с высказанным, а с высказываемым, то есть с тем, что за этим. А для этого нужно развитое символическое мышление. Я часто говорю, что психолог – это переводчик из буквального в символическое, наоборот. Поэтому для того, чтобы стать хорошим психологом, очень важно развивать символическое мышление через, например, изучение искусства, через изучение философии и так далее. То есть вот таких вот вещей, не прямо связанных, может быть, с психологией, а в целом развивать свой интеллект, можно так это сказать. И, значит, если мы посмотрим таким образом на этот вопрос, что мы увидим? Вот здесь может помочь вопрос, как такая точка входа, вопрос «Что для вас самое сложное, неприятное, болезненное в этой ситуации?». И давайте смоделируем ответ. Автор вопроса отвечает, самое неприятное для меня в этой ситуации то, что я доставляю неудобства своей семье. Вот у меня дети и муж, они ждут этот праздник, они хотят веселиться, они хотят это, а у меня нет на это ресурса. И вот что тогда высказываемое, какое может быть содержание услышано тогда мной в этих словах? Это содержание про то, что внутри человека есть вот такой вот конфликт. С одной стороны, это такая установка, что ты должна соответствовать каким-то установленным правилам, не только связанным с Новым годом. Ведь этот конфликт, вот он если есть внутри, он проживается во всех сферах жизни. Просто праздники или какие-то там эмоциональные события со знаком «плюс» или «минус», они ярче подсвечивают, как война, например. Она не создала никому новых проблем психических, она подсветила тот разлом, который есть у каждого в душе, до этого был. Вот, значит, возвращаясь к Новому году. Что я дальше вижу после такого ответа? С одной стороны, есть установка, что ты должна соответствовать вот этим внешним правилам, в частном случае, что касается Нового года, атмосферы магии, веселья, радости и так далее. А с другой стороны, есть протест, такой подростковый бунт. Почему я такой делаю вывод? Потому что, а зачем вы себе устраиваете такие сложные, сложный декабрь год за годом, вы пишете, что каждый декабрь у вас вот такой сложный, но вы на бессознательном уровне, на каком-то уровне, вы сами его себе таким устраиваете. Зачем? То есть вполне мы можем предположить гипотетически, что это такой бунт против вот этих правил, и смотрите, вот в такой модели у вас внутри все вращается вокруг социальных или семейных, родительских, неважно, правил, вокруг внешних правил. То есть одна ваша часть говорит, я должна соответствовать этим правилам, а вторая часть бунтует, все, и вы вот в этом конфликте находитесь, еще раз, и он проявляется не только в Новом году. И какой выход из этого, потому что еще раз, если мы пойдем в один или второй вариант, либо согласиться с правилами, либо бунтовать дальше, еще раз мы останемся на том же уровне развития, не на чем расти, нет добавочной энергии, внутри не появится. Добавочная энергия появляется тогда, когда появляется третья позиция. То есть когда ваше сознание расширяется так, что вы выходите вообще из этого конфликта, ни то, ни другое, а вообще третья, которая в себе интегрирует и то, и другое. И вот третья позиция – это была бы работа над моделью ваших личных правил, ваших авторских правил, как вы празднуете Новый год в своей жизни. Это достаточно такая объемная внутренняя работа, кажется простой вопрос, но это не вопрос, на который можно сесть и написать, вот как я хочу, я лично хочу праздновать Новый год. Это вопрос, который требует таких, знаете, поднять многие темы внутри, про ценности, про смыслы, про вашу уникальность, про то, куда вы хотите прийти и так далее. То есть это не про то, что вот я хочу, не знаю, с таким-то шампанским в таком-то доме праздновать, это вопрос сильно глубже. Начать можно с моделирования хотя бы такого, вот как я внешне это хочу и так далее, но постепенно нужно это углублять, потому что, чтобы создать эту новую модель хоть чего-то, вы должны создать новую идентичность себя, новый ответ на вопрос «Кто я?», и тогда это будет работать, иначе это останется такой, знаете, картонный домик, вот все там себе навизуализировали, оно нигде, ничего дальше не работает, потому что нет энергии в этом. Энергия появляется, если я начинаю по-другому думать о себе, меняется мой ответ на вопрос «А кто я?», и тогда возможно создание вот этих новых работающих в жизни моделей. И здесь, вот в таком варианте развития событий в этом кейсе, вот так мы могли бы работать. Давайте еще один вариант рассмотрим, например, я задаю вопрос автору этой истории «Что для вас самое сложное, неприятное в этой ситуации?» И мне клиент отвечает «Самое неприятное для меня, вот то, что я как будто бы упускаю вот эту возможность порадоваться, повеселиться, насладиться вот этой магией нового года и как-то ее использовать в своих целях, потому что вы пишете про то, что не успеваете спланировать Новый год и так далее. Вот такой ответ. Что тогда может быть высказываемым, что я могу услышать за этим? Возможно, это про… клиент мне хочет сообщить про то, что он внутри чувствует недостаточную связь вот с этим уровнем магическим, божественным, то, что юнгианцы, юнгианские психологи говорят «самость», такой образ Бога внутри, эзотерики говорят про «выше я», в общем, это какие-то слои нашей личности, нашей психики, нашего сознания, которое больше нас. И вот с этими слоями недостаточно контакта, потому что и вот есть вот эта тоска, что я как будто бы теряю этого, мне этого недостаточно, я не могу вот с этой магией, с чем-то магическим, с чем-то таким божественным соединиться, нет этого контакта внутри, и вот эта ситуация, она высказывает тоску по этому. И тогда, конечно, мы работаем в эту сторону, в том, чтобы найти этот контакт. Вообще считается цель аналитической терапии, юнгианской терапии – это создание оси эго-самость, то есть вот этой оси между моей личностью, связи такого канала между моей личностью и самостью, то есть образом Бога внутри меня. И, возможно, это через вот эту буквальную ситуацию мне клиент хочет сообщить, психика клиента, бессознательный клиент хочет сообщить именно это, и тогда вот в эту сторону можно работать. Но смотрите еще раз, здесь какой важный момент, никогда нет одного правильного ответа на вопрос, что на самом деле мне хочет сказать клиент. Каждый психолог услышит свое, потому что это вопрос взаимодействия двух личностей, и я как личность услышу один аспект, на моем месте будет сидеть другой профессиональный психолог, он как личность другая услышит другой аспект. Но все это разные дороги, которые ведут на одну вершину, если психолог умеет работать с этим уровнем, то есть не работать с тем, что высказано прямо, а работать с высказываемым, то есть пытаться слышать, что на самом деле мне хотел сказать клиент или его психика, его бессознательное через эту историю. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ